Всем привет! Вы на канале CryptoCommons, друзья! Сегодня мы поговорим про Ethereum, про Ethereum 1, 2, 3, какой из них считать настоящим, децентрализованным и так далее. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и погнали! Начнем с того, что Виталию Кубутерину, основателю Ethereum, задали неудобный вопрос на недавней конференции, которая проходила в Праге. И давайте послушаем, что он говорит. Очевидно, чтобы понять, насколько этот проект будет успешным через 10-20 лет, нам предстоит подождать. Конечно, может получиться, что он потерпит неудачу. Возможно, произойдет тот самый случай, когда люди из Силиконовой долины поймут, что каждый из них может создать первого уровня блокчейн, затем взять и заплатить огромные взятки всем, а затем забрать себе все деньги и уйти в освоясье. Несмотря на все происходящие возмущения окружающих и изначально заложенные планы и ожидания всех. Есть множество сценариев, по которым все эти проекты могут потерпеть социальный крах. Но пока, мне кажется, в настоящий момент все это удивительно успешно и даже более успешно, чем я изначально думал. Здорово, спасибо. Я особо в эфире ничего не понимаю, так что простите меня все, пожалуйста, но он мне так нравится. Это влажная мечта, которая становится реальностью. Вы можете взять и все записать, при этом не можете взять и все переписать. И это так здорово, так как на самом деле позволяет записывать историю человечества такой, как она была. Что, простите? Что, простите, все записать и нельзя переписать? Посмотрите еще раз на Виталика, как он себя повел, когда она это заговорила. Секундочку, ребята, а как же эфириум классик тогда и остановка торгов в 2016 году? Ой, нет, ну тут надо разбираться, конечно. А есть ли какие-то механизмы, которые позволят эфиру не стать централизованным бегемотом? Это хороший вопрос. Я думаю, что... Ну, то есть, одно из действительно хороших вещей, которые сейчас делает эфириум фаундейшн, это, я думаю, огромное количество ключевых людей, которые вовлечены, и которые действительно не хотят стать централизованным королем. И никто действительно не собирается стать очередным Марком Цукенбергом. Типа, многие, типа, собираются уйти на пенсию, скажем, типа, через пять лет, и которые хотят, типа, чтобы вещи оставались работоспособными после их ухода, и система оставалась устойчива. Типа, ммм, ммм, люди, эмм... Типа, многие люди активно избегают получения власти, и наш исполнительный директор Ая Мегучи очень много говорит о философии вычитания, которое, по сути, означает, что вместо того, чтобы эфириум фаундейшн выступала видным управленцем внутри экосистемы, у фонда есть четко выраженная задача, и она заключается в том, что наша работа заключается в расширении возможностей внешних участников, взращивая их, делая их еще более сильными, а также делая более независимых со временем. И, знаете, задача также состоит в том, чтобы в какой-то момент времени освободить в большей степени экосистему от зависимости от фонда. В итоге, задача — двигать экосистему в направлении того, что если фон полностью будет уничтожен, то будет еще проще, и становится еще более и более очевидно, что экосистема могла бы продолжать свое дальнейшее развитие и выжить. И, на самом деле, есть определенное техническое решение, и это обеспечивающе, так? Одна из наиболее отличительных вещей эфира от других блокчейнов, например, заключается в плане мультиклиентского планирования. Есть очень четкое отделение спецификации и ее непосредственного внедрения, так? То есть, скажем, есть пять различных клиентов, которые называются клиентами консенсуса, есть часть Proof of Stake, есть пять клиентов по выполнению, которые определяют и управляют EVM, блоками, а также учетными записями и транзакциями со стороны эфира. И все это — независимые компании. В некоторых из них уже есть независимые бизнес-модели. Так что есть независимые от средств Ethereum Foundation компании, но, по крайней мере, некоторые из них. И их не пять, это их не просто пять, это количество постоянно растет, оно продолжает увеличиваться со временем. Если, скажем, заговорить о Zika EVM, экосистеме подтверждения нулевого знания, она еще более распределена. Так что пытаемся сделать эти технические решения, которые безвозвратно отводят власть от централизованной схемы. Все это очень тяжело правильно сбалансировать. И в ранние годы создание такой стратегии, как, например, централизованный центр доверия, в общем-то, был неизбежен. Но по мере того, как мы с вами движемся все дальше вперед, у нас получается собрать власть, которая уже не находится в центре. Так что мы пытаемся создавать эту окружающую среду, от которой мы ожидаем произведения основной работы за пределами центра, и в которой уже происходит такой процесс за пределами ее центра. Процессы, происходящие ближе к краю, и в которых может участвовать любой участник. И со временем это происходит все больше и больше. И еще одно, что, на мой взгляд, мы очень старательно пытаемся сделать, но, очевидно, чтобы понять, насколько этот проект будет успешным через 10-20 лет, нам предстоит подождать. Конечно, может получиться, что он потерпит неудачу. Возможно, произойдет тот самый случай, когда люди из Силиконовой долины поймут, то, что каждый из них может создать первого уровня блокчейн, затем взять и заплатить огромные взятки всем, а затем забрать себе все деньги и уйти в освоясье, несмотря на все происходящие возмущения окружающих и изначально заложенные планы и ожидания всех. Есть множество сценариев, по которым все эти проекты могут потерпеть социальный крах. Но пока, мне кажется, в настоящий момент все это удивительно успешно и даже более успешно, чем я изначально думал. Тут надо разбираться, что является изначальной цепью эфира, что является копией. И если вы не в курсе, друзья, то изначальной цепью эфира является эфириум классик, который сейчас валяется ниже 20 баксов, а его соотношение к эфиру равняется 0.01, то есть 1 к 100. Ребята, это просто, я не знаю, ну тут как бы здравая цель, я уже говорил на стриме, это один к одному паритет, потому что это настоящий подлинный эфириум. Он работает все еще на алгоритме Proof of Work, там никто не делал никаких откатов транзакций и так далее. Ну так вот, ребята, говоря про эфириум классик, про эфириум и вообще про вот этот эфириум ворк, вот есть еще эфириум Proof of Work, это уже второй. Говоря про ваш любимый эфириум эфириум, вот эфириум ворк, это и есть тот эфириум, который стоил недавно 5000 долларов. Вот сейчас он стоит 1 наноцент. А, это к эфиру он. Вот он, 2 доллара он сейчас стоит. 2 доллара он сейчас стоит, ну капец, чуваки, это вот до сих пор сейчас майнит этот эфир. Но надо понимать, что это был эфир 2.0, уже по сути. Хотя они называли эфир 2.0 тот, который Proof of Work, но по сути тот, который Proof of Work, который основной эфир, это уже эфир 3.0, друзья. Вот этот вот эфир, который мы с вами торгуем на большинстве бирж и держим в своих кошелечках, это уже эфир 3.0, надо понимать это, друзья. По крайней мере, вот этим эфиром мы раньше торговали, теперь он стоит вот столько. И на нем, кстати, написаны все NFT, так что тут вообще все эти криптопанки за миллион долларов написаны вот на этом эфире. И ценность им приносит то, что их Proof of Work, а сейчас их Proof of Stake, как бы, но это вообще копии, голимые, не пойми чего. Поэтому, друзья, эфириум классик only, мой месседж такой сегодня, что эфириум классик fucking only, тем более на волне с Bitcoin Trash. Вы видели, что творил Bitcoin Trash? Bitcoin Trash уже улетел. Этого, кстати, не видно на Викле, он только-только развернулся, походу. Но он уже улетел на 3X с чем-то, а эфириум классик еще не улетел на волне форков. Вот, по Bitcoin Cash всех поздравляю, кстати, кто забрал прибыль с Лонга, кто прибыли сейчас в шорте, потому что вчера мы набирали шорт по 300 с чем-то. И я пока держу микрошорт, сейчас буду добирать макрошорт, если он улетит выше. По рынку, думаю, не знаю, сильная свеча вниз, могут сейчас, конечно, все это дело еще слить. Держу все позиции, Litecoin, Bitcoin, эфир, мана, XRP в минусе. Litecoin шикарно разгрузился по сотке, частично, частично, но жду выше, жду выше. По битку, смотрите, мы всего лишь вернулись на самом деле в нижнюю границу этого бычьего флага пока что. Но все может измениться к тому моменту, как выйдет это видео. Поэтому, чуваки, буду закругляться, чтобы оно не потеряло актуальности, не протухло. Ставьте лайк обязательно за быстрый апдейт. Все еще цели вот туда по битку 34, но будем посмотреть, как говорится, на реакцию сейчас этого пробоя. Ставьте стопы, ставьте тейки, всем профит роли. Добавляйтесь к нам в телегу обязательно, друзья. Там много всего интересного. Ссылки на все лучшие биржи в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Я вам напоминаю, что мы все еще очень-очень-очень-очень сука дешево стоим по всем вообще параметрам. Поэтому не поддавайтесь на панику, на провокации, откупайте просадки. By the fucking deep. Скоро увидимся. Всем профит роли. Это был Гриня. Спасибо, что смотрите. Альты очень дешевые. Все просто нереально. Поэтому действуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА